та же вечер та же обед всякое бывает и всех еще раз приветствуем с вами дмитрий скрозе и андрей ерман гусь или инсайдер как сейчас называешь не знаю как тебя гусем называть или инсайдером позвать как хочешь так и обзывай представь команда кто это расскажи что у нас сейчас играют команды сибирские валенки белые и короче играют у нас команд сейчас но у герфу но у проблем ну типа нет девушек не на проблем принципе такое себе название что там что там такой с названием но ладно странноватый немножко ну тут спан сразу отправляется в испан dying думает stalker ну и сс сразу же в пик падает ну интересно такая штука тсф часто появляется то что все-таки пассивочка приятная много дэмэджа за счет кейлов конечно же ультимейта ну и в принципе комбинить с каким-нибудь опять же тем же тарксиром который очень часто пикабельно последнее время многими остальными героями тоже кстати есть неплохая задумка работа через шину финда через какого-то бои на через сон опять сон опять сон дальше уже бы я просто уже двенадцать ночи я думаю с ней и вспоминаю бэйна такой если вообще на самом деле хочу игру посильнее чем предыдущую по крайней мере хоть ну вот на чуть-чуть я тоже надеюсь все таки полуфинал квалификации кстати ребят пятый от invidia cup первое место команд занимает она получается 150 100 долларов во второе место 50 при этом получают оба слоты на основной турнир в котором 1000 призовой первое место 500 долларов призовое второе место третье место не получает ничего ну и в принципе все таки бесплатно участие поэтому я думаю что это может даже сойти за этот взнос ну что тускар у нас команды нет девушек нет проблем вот блин такое название ребята там явно сидят такие уже огорченные думают блин ребят вам не везет личной жизни повезет в доте чувствуешь ладно это просто рофтят ребят что-то сразу может быть и рофлит конечно же и сладар появляется интересная такая задумка ну то есть сладар в принципе и тускар от не такая же тухая связка то есть опять же нам снова был там снова стан слава наращивая амплифай дамедж у суша подымплифай дамеджем какой же крит будет жесткий у тускара то улетать нормально все бы что еще такая вот заметочка что как-то это не особо много команд вроде здесь best of 1 сейчас игра здесь best of 1 я так понимаю вот не помню финал или best of 3 или best of 1 сейчас или best of 1 тоже я не помню там как-то интересно все на самом деле типа как фасткап квалификации в принципе быстро выигрываешь по одной игре идешь дальше выигрыш квалификации ну там начну так много времени дается все таки было вроде сто команд срегистрированных вроде как подтвердили регистрацию только половина из них то есть такое себе ну и кстати лич появляется у нас команды валенок валенок валенки такие вот валенки ну что дазл слушай когда они сами отправляют такой минус армор хотя вот кстати возможно у команды нет проблем будем их так называть вот у них была наверное задумка в том что сыграть через какой-то минус армор физического физикал дэмэдж вот как раз дазл подходил к саппорт отлично подходит также вещь доктор неплохо я думаю как ты как считаешь вообще дазл не отдали потому что все-таки таск будет очень неприятно когда он скрита битвы давать под сладером очень много урона а почему не взяли ну потому что может что-нибудь другое доберут на жир или какой-нибудь более агрессивного саппорта с уроном там побольше не знаю что был конь стан ли он ли он в последнее время когда играл в дот играл ли он хороший герой стан есть дизайбл есть урон есть вот так короче я спросил и оказывается что все таки best of 1 также следующий финал то есть сейчас он с полуфинал идет следующий финал тоже best of 1 и там принципе уже решается судьба 150 долларов в одной команде отходит стул другой 50 значит они могут там такие типа по рукам по рукам и пошли 150 долларов не ну по сути смотри выигрываешь слот основной турнир через квалификации до получаешь 100 баксов уже 100 баксов и при этом ваш шанс выиграть тысячу баксов то есть ты спасу им поигрыш на команду 1000 100 баксов на фон даже варенье призы побольше но там кажется есть и взнос ну да как бы побольше побольше но то есть кин видеокапы тут и мы недавно разыгрывали видеокарту где-то 50 gtx интересно штука была вместе с если вот ну и было довольно таки неплохо мы бы появляется кстати вот бэйн после время очень часто появляется как герой серьезно в принципе у закомбине чем-то очень с любым персонажем можно что скажем что с ордаром хотя вот с ускаром ну типа поставил сон тускар там уже взял раз снова болда засунул там торпедирует сразу человека не то подбежали за это время пока ставились под сф и все гибли то такой вот по чейн фро знаешь ну то единственная неплохая задумка у команд сейчас так сказать ты мне скажи я тебе скажу в нет проблем у них что у них есть такая фишка что у них есть тускар то есть он может заявить ультимейт штуфинда вместе своей командой можно выводить ульт лича то есть тускар как хардвейнер он герой неплохой смысле того что все-таки с приобретение ну то есть появлением него код что уровне да когда он начинает ромить по карте все остальное да и в конце игры он очень полезный персонаж в виде того что он может собрать катал от сорпа нож собрать какие-то полезные артефакты во первых он во первых еще жирного от еще и всю команду может засейвить вот это идеальный хардвейнер который мне кажется ну как-то конечно то чтобы успешно союз свою команду ему нужен блинг да блинг да но как бы основном как и тегер чтобы врываться все таки чтобы врываться все таки потому что ульт может происходить где-нибудь на пересеф может ультовать довольно таки далеко от таска ему на будет ворваться и спрятать всех то есть пешком не дойдет это точно вот так что ну что выигрывать некоторые позиционные моменты ему блинг нужен просто вот первый марта но я так считаю после таски общем то люблю играть собираем через блинг 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 да ну как бы словно он как там лимир кейп может просто ты можешь на перезаехать в лича дать ему рассказ ты мог дайна вернуться на блинг я тебе невозможно зацепить если он один вот но если лена поднимите ула туда но это же есть вероятность хотя после его не все реальности нет да ну после его все-таки юминскую то небольшой дэмэдж который сбивает все таки но я тоже поэтому это не очень хорошая идея ну темп лара совсем появляется в команде нау проблем отличный мид против лина если ли на в мид и сф так сф можно так а фишка в том что как бы понимаешь вот ты парк во первых не смейт салава есть мпф дэндж появится ли дизолятор на темп ларки и вот опять же не хватает одного саппорта и вот этот саппорт может выйти как раз вичи доктор конечно есть контроль и есть листь своим чин проста который может отзабивать лена в принципе составными юлами и всем прочим но нет ладно ладно я уже передумал шейкер тебя шейкера шейкер не забанили шейкера нет шейкера не забанили то есть все равно шейкер остается неплохим персонажем в саппорты потому что он все-таки имеет отличный скилл как фиссуру то есть не обязательно иметь его из-за ультимейта хотя на есть значит неплохая статистика да и думаю что как бы все ее знают что самые топовые саппорты которые могут переворачивать игру этой нить мы шейкер да довольно два сильных культа два сильных культа то есть не учишь да то есть конечно же есть фишка в том что все-таки с появлением бкб шейкера можно как с контроля да и то надо успеть проработать пока беды ультимейта если ты где-то там смаках в инвизи да там где-то с даггером бегаешь в принципе это сделать очень трудно а вот с ними проблем нет то есть во-первых тебе нужно собрать на энигму бкб сто процентов не всегда даггер сто процентов боковое нестанно даггер сто процентов да то есть может собрать даже аганим рефресшер вот аганим рефресшер на они не решают очень много то есть во первых ты даешь розочку ты даешь ультимейт и у тебя двойной эффект розочки при этом ты можешь еще сделать или фрейшер накидать еще одну розочку и дать еще один black hole. Если пятером собирается команда, буквально, пускай будет тот же какой-нибудь Magnus рядом с этой Enigm'ой. Ну, или Magnus, кстати, тоже переворачивающий игру герой за счет своего реверсполярити. Дело такое, что берешь таких героев, ну, так скажем, идеальных. То есть, если у них будет Magnus, если они соберутся в пятером, если команда, ну, так скажем, не овощи, то они никогда не встанут пятером, когда у врагов есть Enigma. Они, скорее всего, будут стараться, ну, держаться на расстоянии. Это раз. А во-вторых, ну, то, что у Enigma сразу покупать, не знаю, Аганим, я не считаю, что Аганим это такой полезный айтем. Ей нужно, не знаю, Glimmer Cape. Если нет станов по области, то Glimmer Cape отлично заезжает. БКБ тоже важный предмет, потому что, ну, без него жить Enigma сложно. Если она промахнется, там, не заберет какую-нибудь лину в Black Hole, то все, Black Hole на смарку. То есть, не знаю, вот Аганим, Рефрешер, это там где-нибудь в лите последними айтемами туда, а в начале, нет, я так не думаю, тот же Vale of Discord на Enigma. Плюс какой-нибудь, не знаю, даже можно медальку собрать или Владимир для команды, собственно, для файта. Потому что Enigma постоянно находится в файте, и такие предметы для нее очень-очень даже, я считаю. Да, ну, появляется Брюмастер. Вот смотри ее. Так, давай подумаем логически. Брюмастер, Templar Assassin и Tuscar. Ну, интересно, лайзинг. То есть, слушай, может, то есть, это может быть дабла, да, то есть, ты считаешь, что мы Бэйн, Брюмастер, Сладар, Tuscar, да, там, и Templar Assassin, минус, да, Акмит. И появляется Санкинг еще. Ну, вообще, как-то фантомы не стали контрить, просто постараются его развалить через Templar, я думаю, да, через всякие Слардера, ну, не знаю, маскилов немного. Брюмастер может хлопнуть по земле, ну, и все, собственно. Ну, какой-то, конечно, дебаф он даст, там, опять же, замедление передвижения, замедление атаки, это, конечно, все круто, но... Ну, посмотрим, посмотрим. Как бы оно не так. Просто, вот, на самом деле, у Валенков что-то у нас три таких ватных героя довольно-таки в начале игры, в середине. Да, в конце Варьи Сэф получает там, если собирается в статы, получает довольно много ХП, Лансер тоже довольно плотный становится, и тут Акойси. А тут Слардер, Таск, Templar, который имеет кучу урона под Безермаром. Да, но вот тут есть, мне кажется, что у команды No Problem, да, то есть НГ, НП, я буду так их можно даже назвать иногда, но у них есть какая-то такая фишка, что у них есть немножко побольше героев, которые влете могут затащить. Да, конечно, Фантом Лансер шести слотами никто не отменял. Он очень сильный, но не факт, что в какой-то момент Слардер случайно не поймает настоящего Фантома, не кинет в него Amplify Damage, его просто разберет там пларка с млда. Там буквально крит, дайдолуску им собрать, дезолятор, и я думаю, что там, в принципе, будет просто убийство. Ну, еще такое, что там пларка, может быть, потом где-то в мидгейме начнет просто ваншотить героев. Если у меня будет тот же Дезоль. Посмотрим, посмотрим. На, ладно. Ну, пока вот если бы я посмотрел по пику и мне сказали, на кого бы ты сейчас поставил, то я бы, скорее всего, влил бы на Radiant, которых нет проблем. Ну, у Radiant действительно есть какая-то инициация, есть контроль. А вот у команды сибирских валенков, ну, что-то... Хочешь историю? Давай. Вот, нужен PayPal был мне, ну, так, решил восстановить аккаунт. Вот. Нашел почту, все. Там два вопроса секретных, но я вспомнил, ответил на них, и просто началась такая вот... Я так сгорел, я давно так не горел, серьезно. Вот, надо ввести пароль, чтобы там был нижний, верхний регистр, плюс цифры, плюс какие-то символы. Я все это ввожу, окей. Он пишет, нет, ты не делаешь этого. Я все это ввожу. Я где-то минут 10 посидел, потыкался. Я просто горел, как спирт, серьезно. Вот, зачем делать такое вот... Ну, какая разница, какой у меня пароль? Я хоть единичку поставлю, вас это вообще не должно прямо вот трогать. Но нет. Я даже обратился как к спловеру, думал, ну, браузер лагает, еще что-нибудь. Бесполезно. Как делать систему, когда ты не можешь поменять пароль, просто, ну, физически? Просто ее... Там пароль по 20 символов вкатывал, он говорит, не, все равно слабо. Не, знаешь, на PayPal, кстати, тоже на PayPal довольно-таки, забыл уже какой-то пароль, и вообще не пользуюсь им, но надо установить, тоже какое-то время нужно. Давай-давай. Вот. Так, фишка в PayPal в том, что, знаешь, ты это... Ты знаешь, это эксклюзивная фишка. Вот, знаешь, вот изюминка в сервисе должна быть, да? И вот в PayPal она есть, знаешь, пишешь пароль, забываешь. Не... И не восстанавливаешь. Да, я просто... Я не помню, как ты давным-давно пытался восстановить, вроде восстановил, и может забил, я уже не помню, но это... Ух. Вообще в PayPal очень странная система тоже. Там надо кучу раз подтвердить платеж, только тогда он пройдет там через 3-4 подтверждения. Да. Довольно-таки сложная система, но, ладно, не суть. Попиарили немножко, это вот отличный сайт. Да. В кавычечках. Пишет ли сайт. Ой, а что еще делать? Нечего больше делать. Кеш. Зачем? Пиарим сайт, вообще пиарим все. Но с 14 человек на стриме, это же пиар. Это черный пиар. Если здесь на стриме есть такой замечательный человек-зомбак. Вот. Вот. Такая такая интересная личность. Многогранная. В доту меня зовет играть. А я говорю, нет, я не играю в доту. Он говорит, ты помойка, в доту пойдем играть. Вот так вот. Вот так вот. Как это сказать человеку, что не хочу играть в доту? Ну, ну, это жестоко. Да нет, нормально, как будто что-то плохое. Это же зомбак. Просто жестоко. Ну, тут, кстати, отключается один персонаж команды сибирских валенков, ну, мы опять ждем. Ой, знаешь, это, это... Знаешь, я вспомнил времена, вот, не знаю, играл нет, игры от 4Gamer. Запускатор запускается. Вот это вот, то же самое. Нет, не знаешь, что-то и была такая замечательная программа запускатор. И вот, когда она запускалась, могло запускаться энное количество времени. То есть, она запускается, вроде полоска такая бежит, доходит до конца и зависает. Стоит просто, и там, минут 5-10. И надпись запускатор запускается. Запускатор запускается. Я просто... Надолго это запомнил. Кстати, я такой посмотрел, у нас в Омске на Киберарену участников по FIFA 2016. 41 человек. Ну, там, понимаешь, да, вроде 41 человек, но еще, о, подключился к игре, там еще, может, не все придут и прочее. по доте, кстати, из разных команд приедут к нам. Вот, из Новосибирска я видел, из Ростова, по-моему, я не помню. Ну, из разных. То есть, из Омска только туизи соизволили прийти. Ну, зарегистрироваться еще не пришли. Вот. Я ожидал Asuna Power. Ну, Asuna Power. Ну, я не знаю, как-то они играли в СФГ, но что-то сейчас пока не особо. Ну, ладно. Начинаем смотреть игру сибирских вайлингов против команды НКННП. Ну, такое, конечно, название. Ну, может, расшифровать. А, Ладно. Давайте пройдемся кстати по пикам. Кто на ком играет, то, что-то я забыл об этом совсем. Сибирские вайлинги. У нас Акела играет на линии. Нотик играет нас на личе. Твич Даксак. Это, знаешь, реклама. Это надо вот зарисовать черной краской. У нас играет на фатумленсере. Юдинова играет на Снэйсэфе. И далее играет на стейле играет на Снэкенге. Так, у нас у команды русская команда. я вспомню. У сибирских валенков, да? Правильно? нет, нет. Вторая команда ну... Даже там развалили. Да, да, я вижу, кстати, я смотрю, как развалили сейчас Снэкенге. НГНП. Просто ноу-проблем. Заих, это как бы вторая фраза. Ноу-проблем. У них играет бремастер, это единица, потом китайский символ 666 бэйн, экс это таск, юл лайтмейр, это слардер и 1-2-3 тамплар осасин. Вот так вот. Прекрасно, просто замечательно. Зашибись. А как-то они там еще за место намечались. Какая команда китайских цифр. Да, очень много цифр. Таких там 666, 123, 1. Там, знаешь, там единственный Юл Лайкмар этот играет нормально, как бы с нормальным мигом. Мне кажется, знаешь, его, короче, это кикает, он переходит с командой сибирских валенков. Говорит, ребята, у вас хотя бы дети нормальные. Ну да, и название топовое. Надоелся с этими играть. Безназар на математике сняла. Да, как начинается игра тут у нас в миде Бэйн, кстати, стоит сейчас вместе с Тумп Ларком. Дабл Мид получается. Нет, не поделили так задаваться. Нет, 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 просто забава в том, что сейчас есть Энфибел на Бэйне и он кидается на СФ и у СФ просто сейчас 20 к атаке. знаешь, он как-то сможет, добивает почти, я бы сказал, крипов. первого есть. Вот, да, да, шанс, какого-то полка, понимаешь, и вот у него Энфибел постоянно будет висеть, и он просто как он будет, кстати, смотри, грипов-то добивает неплохой, так может быть фарм пойти, конечно, там, за счет что у рейдов можно как-то подфармить, но это все равно, блин, ты бегаешь с 20-ю, с 20-ю, атаке, это, конечно, что-то с чем-то. Да ладно, не волнуйся, у него Аркана есть, он справится. Ну, Аркан, что-то, как-то, 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 что-то, Аркан на СФ Аркан на СФ и действительно, точно. Круто все, ну, подстать переживать за сладдера наверху. Да, стоит, он сейчас здесь, кстати, будет погибать, почти 18-х по остается, ну, там, Лина просто хочет добежать, хочет сделать тычку, но получает просто от вышки столько дамын, что она, кажется, передумала это делать, хоть больше, больше не пойдет. Ой, блин, за вышку никуда. Так, ну, и что у нас тут, в принципе, сейчас отвод у нас, тут сбивает команда Сибирских Валенков в команде No Problem. Ну, Скар пытается что-то. Видел, так сказать, и двойной отвод, но у него не получается, потому что здесь приходит пруская Сибирских Валенков, они фармят и нейтралов, и крипов, и как бы, все в пользу них. Бэйн подходит к низу. Ты, ты смотри, а сейчас Санкингата могут попробовать забрать, тут Бэйн есть, у него есть сейчас прекрасный скилл бы или Брэйнсап, если тычечку еще нет, увы, не смог. Ну, там, в принципе, Брэйнсап всего лишь демиджи наносит, я думаю, что он просто не смог добить этого. Санкинга у него было там что-то 160 хп, даже если он с руки там 60 бьет, считая арморы, я думаю, что да, Санкинг бы 100% остался жить. Кстати, Лина у нас пока что бегает, роумит, стояла на миде немножко, теперь пошла на топ, помогать своему фантом-лантеру стоять против Слауардара. Слауардар, кстати, стоит у нас как хардлейнер, такая вот интересная штука. Он уже стоит в неудачной позиции, но я шел спокойно. Ему в принципе не страшно, он такой жирноватый парень, что я думаю, что Лина там конечно с вторым уровнем вместе с фантом-лантером третьим, без маны, которые, ну есть ман, конечно, может его съесть и там закастовать какое-то копье, но это максимум, что он может сделать. Привет, кстати, у Слауардара 67 на 4 крипов, по общему нетворцу мы видим прекрасно, что у него 1000 по нетворцу, 1200 всего больше у фантом-лантера, ну так, знаешь, Лина не зря делает, что приходит, потому что если бы здесь стрелял один на фантом-лантер, я думаю, что Слауардар бы уформил себе даггер, причем довольно-таки быстрый. На Амиде у СФ уже 22 души, души он будет в качестве нет, в качестве что у рейзы, ну, типа, больше демеджа, больше, больше, больше демеджа, больше, и, кстати, сейчас рефракшн катался на пларке, она могла подраться, кстати, остается 59 хп, слушай, темп ларку, темп ларка просто медленно среагировала насчет рефракшна, если бы вот СФ просто бы успел. у него кончится рефракшн кинь коил на хг, и нет, догадывается, что это может произойти, и отходит. слушай, он сейчас, он, сейчас, теперь, рефракшн снова появляется, и, сэта пларка, конечно, не боится, за счет того, что у него есть рефракшн. Не было рефракшна, я думаю, что бы она стояла просто подвышкой и ничего бы не делала. Серьезно, она стояла, и такая, не, 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 наверное, я не буду подходить. Ну, кстати, вот у нее ботл имеется, рефракшн 3 уровень, все-таки зарядов по 5. По СФ дамеджи можно навалить нормально. Да и СФ может, в принципе, дамеджи навалить. Два заряда всего лишь защиты осталось рефракшн на темп ларке, поэтому, я думаю, что не стоит сильно обыковаться с СФ, там буквально еще тычка, тычка и два каких-то кайла. Там, кстати, сейчас хоста есть, и может, стоило попробовать сейчас СФ как-то попробовать догнать ее, но нет. Единственное, мне кажется, что нужно играть сейчас на темп ларке насчет того, что нужно забрать руны. Нужно забрать руны, и чтобы она обузила боту. Тогда СФ появляет шанс как-то забрать ее. Так. Тут ты че молчишь, не молчи. Смотрю, смотрю, центральная линия ничего не происходит. Да тут ничего вообще нигде не происходит, что на боте тут с Эмкинг вместе с чем бегать, что делает, пытается. Кублемастер тоже жирный персонаж, у него есть еще 10 зарядов, как бы еще и миссы, и, кстати, он в плюсы скачивается, он и нишку хотел плюс. Единственное, что вот еще, что белых сибирских валенков очень хорошо стоят в Орде, то есть он стоит на Рошпите сентряк с обсервом и стоит обсерв на нижней линии. Тоже сентряк на виду. Вижу, на боте, на топе везде-везде-везде. Если ты помнишь, как ты говорил. Да-да-да. Но здесь как бы поменьше-поменьше. Кстати, сейчас Бейн прилетает на мидл, у него есть брейнса второго уровня, так же прилетает у нас здесь тускара, и вот тут могут зацепить эсэф, но правда он не должен поставляться. Так вроде впалились под крипами, нет? Ну, вроде да. Ну, как бы и видно, что как бы ушли персонажи команды стопа, с бота, с бота ушли, да, с бота ушли. Ну, как бы мне кажется, что должна давать инфу команда. Кстати, Брюмастер дофармливает свои аркантапки, ему стоит все, пишу, оси монет. Аркантапки, дайгер, с таким же наверное намерением будет работать Сенкинг. У Сенкингга, кстати, имеется уже свои аркантапки, темпларка выходить через ПТ будет наверное все-таки в блиндайгер. Ну, все-таки когда ты покупаешь на темпларке фейзу, у тебя хоть какой-то мухспид есть, там можешь собрать яшу и бегать просто за счет мухспида догонять, а вот здесь вот кажется понадобится какой-то дайгер. Как смоуганг. Да, конечно, я думаю она будет делать дайгер, надеюсь на это, потому что мне очень мне нравится сам сасин без блиндайгера. Кстати, Саль здесь поднимает. Интересно я заметил, там мэл ультимейт и сорта нет, поэтому он здесь поднимает. Прекрасно, плюс сейчас еще Бэйн тут поставят вард, будут видеть прекрасно команда ноу-проблем где находится команда сибирских валиков. кстати, мне кажется, он забыл что спауны, да? Так, ты о чем? Вот вард ноу-проблем вот этот вот на топе. Вот видишь? Подрисовываю здесь, вот здесь, вот тут вард. Я вижу, 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 вот тут вот. Вот здесь власти бы я определился. Вот тут где-то там, я понял. Да, да, да. Вот на боте мы, кстати, санкинг продолжают фармить, у него 580 голды имеется, пообщем-то творчестве 500, 3-500 пока что лидирует темп ларком. без особых проблем каких-то фармит лансер, то есть, мы особо никто не мешает. Ну, да, лансер, в принципе, стоит, у него 3200 по нетворсу, 3000, также у SF у SNS, сейчас врыв, а лучшее дуряное, это делают, просто разводит возможный телепорт, хотя тут, мне кажется, тут, карты здесь погибли, да. Какой-то непонятный мус, хотя не, лошой, сейчас раскладывается, да, действительно, еще касаются еще стычайник, мы отличаем, рефракшн, рефракшн, сбились сенкингом, вот это грязь, вот это грязь, нет, серьезно, что это вообще за игра, когда ты идешь просто под команду сибирских валенков, когда у них там есть сенкин, который где-то быстро сбил рефракшн, продолжаешь драться под чейнфроста, ой, еще там, бремастер, как-то раскладывается. Правильно ты сказал, идешь под сибирских валенков, потому что это даже не нападение было это. Да, ты просто под них идешь, то есть, ну, как будто тебя надели в эти валенки, да, конечно, такое, какой-то странный тоже вот, бремастер подошел, клапнулся, нажал праймин сплит и начался файт. Все, вот именно на этом, то есть, сначала Тускар отступал, погиб, уже ситуация 4 в 5 и, да, это вообще какая-то левая драка получилась, там еще темпларк с своими мувами, конечно, меня прям вообще потеряла где-то, вот, ну, в принципе, 4-2 счет, 9-ой минуты игры, как бы, все не так уж плохо, конечно, у команды сибирских валенков, преимущество по XPM, а в 4000, по голде в 3000, ну, лидирует пока что, как-никак. что у нас тут, ну, то ли еще, кстати, тварь бегает тут со своими айс-арморами, на вышку вешает, там у нее 23 армора, значит, ничего, ничего сильно не меняет, да, крепость чуть помедленнее бьют, правда, то плюс от этого есть, ну, в принципе, тут Стар Дар покупает две перчатки на силу, тапчик и манга, вот тоже еще такой предмет, манга, но, понимаешь, они все купили, у Лины манга, у Мантум Лайцера была манга, ну, он как-то у Силка, ладно, если на комнате кастере играешь, ну, на линии, ну, ладно, окей, то есть она же ходит в эрроге ромить, он дает там рассказ, тут рассказ, тут нормально, а на Слардере, который стоит на своей линии, уже никуда отсюда не выходит, уже железно, просто железно-бетонно стоит здесь уже 10 минут, зачем? я не понимаю, жалко-жалко денег, ну, понимаешь, жалко-не жалко, то есть, во-первых, он охилит тебе немножко, ну, кстати, врывается, он сейчас в Лину, Лину певает, тут Фантом Лейнсер тоже, кажется, встревет, тут подэмплевает демиджи, мне кажется, должны его как-то забирать, а есть, есть, может, ты сверил Санкинга без эпицентра на 8-м лавеле, но это чистый фарм, ну, чисто фарм, я понимаю, то есть, он, конечно же, будет аппетит ультимейт с появлением какого-то баринка, ну, ладно, подкопы, там какие-то, ну, подкопы и пески, подкопы и пески, это труп, тема, хотя у меня единистово иногда горело, когда я видел на Санкинге, на Санкинге ультимейт только на 10-м уровне, ну, да, если вы, тем более, на вас нападают, пытаются как-то агрессивно играть, противоположные команды, то можно, в общем-то, и качать ульт. Да, можно, в принципе, попробовать, но пока что основную имитацию принимает команда сибирских валенков, либо сибирские валенки атакуют, либо команда противника ложится под них. Да. Да, и пусть изменчивый мир прогнется под нас, плав-плав-плав-плав-плав-плав. Валенков прогнуться. Ну, что-то как-то не экшен, а слушай, где, где вот это вот, этот экшен, какой-нибудь такой, ух, замеса 5 на 5, где там, отъезжает по 10 героев за файт. Хочу, хочу видеть. Да, было бы неплохо. Что, кстати, сейчас в Миде, Лина, вместе с ССФом могут что-то там творить с этой темп-плавкой. Хотя, что они могут сделать? Ничего. Видит, правда, здесь Тускара, и вот Тускар, по замедлению, пока что находится ССФ, получает сейчас руну. Хосты, на боте, баунти. Вот, баунти, рун нужно оставлять, наверное, темпларки у него боттл пустой. Так что, чтобы не бежать, чтобы не телепортироваться каким-нибудь Тускаром, чтобы заполнить этот боттл, чтобы на даче просто продолжал стоять на линии, это, конечно. Я думаю, стоит помочь убить Брюмастера. Да, действительно стоит. У него есть, конечно, ультимейт, но... Да, это пора отменили. Ну, ладно. Откроете телепорт был. Посмотрим, это либо Фантом Лайсер, либо Лина. Но Лина, кажется, скорее всего, и была. Просто что-то передумала лететь. Вот, по графикам, кстати, что у нас по голове преимущество в 3000 за команду Сибурьских Валенков, по экспириенции больше 5000. Также на Ниге. Что у нас у... пивной панды? Аркантапки, стики, щиток бомжа, ау-лансера, вот, филка, саш. Ой, яш, яш. Да, яша, ну, сэнджин, яш, скорее всего, выйдет, может, Владимир какой-нибудь. А может, манта? А подожди, нет, он телепортии несет, это важнее. Только что, выкладываете вопрос? А вдруг манта ставил? Ну, сбрасывать все-таки. Яшу сбрасывать? Ну, Amplify. Папа. Не, в смысле, Amplify damage сбрасывается Дуплигангером. Так-то. Да, ну ладно. Ну ладно. Да, такое бывает. Полезный и скилл все-таки. Может, и помочь уйти, может, также помочь снять негативные эффекты. Очень крутой. Раньше на нем был вроде как Инвиз, который даст на Володюзе, которая бежала прямо. Ты вроде как убегал, но тут теперь уже Дуплигангер. Он, кстати, пополезнее будет. Да, я, кстати, начинаю забывать где-то вот скилл. Тот самый Инвиз. А, да-да-да, все, 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 Отлично, я помню. Но у него и пассивка раньше другая была. Да, это я помню. Там уже, хотел сказать, там уже мантаусов, это бруно иллюзий. Нет, там бруно иллюзий, всего лишь и мека появляется. Вот мека на 14 минуты, у ИСЭКов. 6 тысяч Сент-Ворсом. Тут, кстати, навязывают файт. Слаходар пытается разобраться с иллюзиями в Тум-Лейсерах. Кстати, неприятный ситуация, сейчас Темплар-Оссасин не выходит. Но у Темпларки нет, еще Refraction 2 секунды, ее можно было на этом сыграть, но не стали. При этом форме дальше стаки Иншентов, то есть команда ноу-проблем, боятся как-то это все делать. У Грюмастера, кстати, Дадаги расстается всего лишь 200 монет. То есть в этом вот есть небольшой плюс, что тут же немножко подождать, лучше не погибнуть. Хорошо закрыл троих. Отчаянник никуда. Туда чайник полетел. Ну тут уже, конечно, ошибка от команды сибирских ламников, хотя Мега, слушай, слушай, там живет, еще живет. А лично не за боль, не за боль. Нет, как-то, как-то что-то не то. Нет, как бы сейчас забрали, все отлично, там Би-Мастер дальше начал развлекаться, выбегать, куда-то отправился, на базу, купил Блинк. И сразу Блинк появляется у Санкинга и также ультимейт. Все правильно. Правильно, Санкинга. Играет как надо. Как царь. Тысячи голды поднимаешь с команды сибирских фаренков, 240 сильней голды теряют, но с команды нет. No problem. Что-то вот не хватает, ребята. Не знаю, какой-то командной сыгранности. Вроде позиционка даже нормальная, хорошо закрыли. Как сказать, позиционка хорошая, но понимаешь, там была ошибка от сибирских валенков. То есть, если бы чайник полетел бы в кучу народу, которая была от командного проблем, я еще думаю, что там бы вообще, я ильич попал в очень неприятную ловушечку. Ловушечка. Томбарка просто пришла за нее. А, там было как будто входить сразу какой-то дезолятор. То есть, опять Томбарка без Блинк. Ну, зачем? Нет, это, конечно, хорошо, кстати, тут цепляют Бейна. Они Бейна здесь живет еще и тут карди сейвит и, кажется, именно здесь погибает. Да, неплохо реализование тут. Он еще живет, но, Сынкин, правда, здесь может погибнуть. На нем виситурна и у него постоянно сбивается на даггер. Стики. Нет. Стики, конечно, заказ нарывал просто. Брендики. На, стики, брендсап четвертого уровня не спасает его стики. 306 урона. А, псерфордов-то, смотри, как надо у команды-то. Дайер. Да, я прекрасно вижу. На руне есть, на венштаг, в лесу. Нет, кстати, стандартные вардишки. То есть, видимо, где находятся. они видят, что делают таки. Это, ну, полиция, поможет смотреть. Опять просто отличаем никуда. А это мастер. Примастер развалится. Мне кажется, да, через лагону. Тут же. В ответ забирают ССФа. Правда, тут дальше продолжают разваливать. Сейчас кабинет, это Элина, правда, может, может остаться, может уйти, нужно было уходить, мне кажется. Хотя, подумайте, положает развлекать с шестным парком. Эту парку здесь, скорее всего, будет забирать отлично. Лансер имеет уже господствующий стрик, у него уже есть трава, хорошо, в общем-то. Ну, да, покупает какую-то все маму и просто начинает летать по линиям и фармить, 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 фармить. Ну, вот как-то, да, насчет того, что лансера решили не контрить, ничем взять последним пиком брюмастера, не знаю. Знаешь, хочу, кстати, покупать себе Блэдфолл, а ведь это выход в деку за. Ну, выбор неплохой, опять же, выжечь ману, там, буквально, какой-то, премьер мастер, который не сможет, там, это будет очень полезно. Ну, в принципе, все персонажи команды, да, рейдят, точнее, без мана, они, как бы, не представляют ничего страшного. Ну, там, темп арка, ну, может, что-то подамажить, да, но без маны, она там, без рефракшна будет, без млда, без всего. Вообще, у команды нет проблем, появляются проблемы, потихоньку. С тем, как лансер становится сильнее, тем больше проблем у команды, собственно, и появляется, потому что, у него уже хоп, истрывала, момент у него есть, там, марбит маск, ладно, потом, хоп, момент у него появляется диффузал, начинает уже делать неприятно, там цепляет одного-двух героев, ну, одного в идеале, а потом появляются кинь спор, айтемы, и все, и понеслась. Да, кстати, похоже, у нас финал будет сразу после этой игры, то есть, там уже играют ребята. И команда? там играют еще с командой параллельно будет играть у нас фаст дайдалус против команды Revival Gaming. Но мне это ничего не сказал, но у нас ну, Revival Gaming как бы или в прошлой игре, так-то. А, да? Да, да. Они в прошлой катке вышли сразу в полуфинал, но, правда, мы не дождались их соперника, поэтому начали стримить уже другую игру. Так, с нас тут на пути у нас у Санкинг. Есть ли преимущество? есть преимущество, я думаю, надо его пытаться реализовать. Ну, реализовать, реализовать преимущество у них 7500 по голде, по экспериенции в той же семь с половиной. То есть, тут уже задумка зависит, наверное, от того, что у Санкинга есть тот самый даггер, у Сэфа, появляется Яша, это, скорее всего, Манта Стайл, Тантом Лансер в Диффузо уже вышел, Дизолятор, Мады Пларк. Как больно Топларка бьет, больше, что мы, она сейчас Сэфа очень-очень много нанесла урона. смол, да, она запрыгнул с Дизолятором, конечно. Демаль же вбивает, она, конечно. Ну, вот противостояние, которое будет потом, может быть, в Лейтгейме, это Томпларка и Лансер. Ну, как-то Лансер тут фигаит, естественно, посильнее, я думаю. рассказ, как же быстро просто убили. Дискара складывается у нас все с Грюмастер. А куда? Туда? Тратится ультимейт в иллюзии Фантом Лансера, ты понимаешь, чем прикол. Рассо цепляет, но тут на развороте будет драться Фантом Лансером. На развороте будет драться Фантом Лансером, сейчас сбивают айдер с Лордару и это не очень хорошо. Тут не есть хорошо. Файл опять происходит в нескольких местах в миде умер. Вот эта позиционка была просто провальная. То есть в миде дрался Брюмастер, а в лесу в лесочке сожжалось еще два героя. понимаешь, в чем проблема? То есть Брюмастер пошел в миду, пошел цеплять эсэф, а остальные побежали куда-то на руну. То есть от команды ноу проблем это вообще какая-то провальная файта. Они в последнее провальный файты выходит, но хотя у них выходит, но и нормально. КС знаешь, так, 50 на 50, то есть сначала вроде да, все нормально, хорошо расставались, заехали, а потом, ну вроде я говорю, хорошая позиционка у парней, и все. И тут сразу же в следующем файте они вытворяют. Ну знаешь, это типа наверное монеты. Там монеты кидают, типа ну что, нормально, как криво. Давай давайте. Давайте монетку. Кидают монетку в итоге показать, скривой. Я жду 15-го числа труп, вот прям с нетерпением. Хочу посмотреть на команду Заборские. Не понимаешь, о чем я? Да, я понимаю тебя. Ты же будешь участвовать на всех, да, то что? Выходные все-таки у тебя есть в одно время в субботу, ну в воскресенье турнир, Ну не помню, 15-е число. 15-е число это воскресенье, да, ну все. Вот. Но я тебе нужно. Я буду сидеть со своим компом, как я. А я еще сказал. Знаешь, это типичный выходные. Ну лансер, лансер погиб. Да, я видел на топе, под энерфай дамеджем запрыгнули, там, принц брюмастер, там, под ультимейт фейнгриппа, бэйна фейнгриппа. Погиб, у нас еще один герой. А, и слушай, этот сэр приходит вместе с сэрфингом, можно даже попробовать подразумеваться. рано, рано, рано его похоронил. Блинк, шестав есть? Ну, слушай, блинк, он как-то... Ой-ой, какой стан, как же они их цепанули сейчас. И тп еще сбили. И аегис прои, теряли. И манту ставил прожал, и меко прожал. он, кстати, очень-очень просто хороший, пошел и драться, драться, возможно, нет, нет. не, это там такое. Там для меркей появился Убэй, но тут уже позиционка более-менее хорошая, но тут уже ошибки скорее, да, провал была. Вот-вот-вот, вот эти вот ваншоты практически. Не, а что ты хотел, тамлина. Ну и тут, кстати, темп ларкс и фракшн. А я же говорил, на кого я говорил, залью. Правильно. Ну, пацаны, давайте. Ладно, по крайней мере, кушки не тоже быстро будут. Там по-мой, сервесы, но, по-моему, ice armor имеется, так что можно хоть как-то подефать башню. Не с собой, так с полами. Так, какой-то дезолятор, да, так и замедляется, неприятно, как бы дезолятор. Ну да. Там, 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 летает селедка. Ну, сделаем, кого-нибудь. На развороте пытаются убить бринмастера, бринмастер, харьеровская вставать, плейнт, сприт, не забил. а просто, блин, кому все сделать вообще на самом деле, я так думаю, что перед самой ареной надо будет повторять всякие именно названия сполов, потому что, боже мой, я не заходил в дот кучу времени, забываю, как называется, ульт, например, бринмастер, там, уже, праймал сплит. Не комментировал около полторы недели, чем ты хочешь, с кем ты со мной говоришь? но не комментировал, даже тот не запускал, так что, чё ты начинаешь? Вот это такое. Это что вообще за... Английский надо подучить, командное название, никнеймы прочитать, вот это дамажно, в общем, постоянно, постоянно ты вроде начинаешь читать никнеймы, такой, типа, Вася, Терекур, типа, Транслитом еще пишет, да я такой, да я лучше повешусь. Нет, ну, транслят я, как бы, тут еще как-то уже подучил, так скажем, поиграл в кс-очку, и вроде бы, там вот эти вот привычки всегда писать Транслитом, это и так модно пошло из 1 на 6, но, друг есть, который постоянно пишет Транслитом, вызывает мое негодование. Смаки, кстати, кастует на сейчас варенки, и идут кастикам в атаку. Блин, игра, кажется, чувствую, будет долго, и потому что, ну, тут камбэйки, 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 перевороты, и ошибки от той, и другой команды. Я, в принципе, я понимаю, сибирские варенки, кстати, команда вроде из Новосибирска, или даже, нет, из Омска точно не из Омска, но вот из Новосиба, что ли, ну, где-то вот рядом с нами, может, Омск. У них тоже времени столько, сколько у нас, устали ребята, играют уже целый день, грубо говоря, сначала отняться, с Апьеда где-то долго, этого времени. Ну, не знаю, Ванск эта команда вроде не слышал, но ладно. Ну, я знаю, что они на СФГ играли, а то, что они, там, где-то еще играли, я не знаю. Подожди, а СФГ, а СНОПауэр же вышли, вышли они из первой квалификации? Молодцы же, ребят. Хорошо же вы. Мы играли просто в этой же квалификации, первую катечку поиграли домой. Ну, я собирал такой состав чисто для себя, знаешь, ну, попробовать свои силы, просто поиграть. Ну, просто поиграли одну игру. Поиграли, знаешь, это дипа. Да, у нас еще такая проблема была, что у нас парень был, он играл из Китая, и нам нужен был сервак нормальный, они отказывались играть на серваке, ну, другом. А на Россию он просто не мог зайти, у нее пинг был 500. Ну, потом, кто-то запустил локальный сервер, вот, своего компа. Эни, столько там претензий было, не так долго выносили нам мозг, не помню, что за команда, но отдельно им спасибо. Они выиграли за минут 20, но мозг они нам топтали минут 25, наверное. Ну, забей, это всегда, Так он, кстати, слушай, врувается туда дальше, врумастера могут зацепить, врумастер раскладывается, пытается что-то сделать, ну, кстати, тут драку будет навязывать, чьи иные еще, катуются. Ну, тут потихоньку забрать этих, подменят, подменушек, пандачка, подменят, нет, пандам, с этим пандам особенно ульт как-то, не особо страшно, это чайник, ну, ладно, летай там. О, боже. мастера там буквально тысячи пандам трёх там, что же, ну, ну, представь, какие острые ощущения он переживал сейчас. Твою лицо в молнию получил, нормально, значит, пережил. Нечем, а был ли у Ленистан, нет? Может быть, стоило попробовать станом? Ленин, воровый стан, у него было он в КБ. Далеко? Да, он тратил его, до того, как он глинканулся, а точнее после того, как он, точнее до того, так как он глинканулся, а у него уже там вот Катя Кустан. У него было Юл, вроде как, я не помню, она его кастовала или нет? Если нет, то показывайте на неё пальцем. Быстро. Так, что у лансера по предметам? Вот, появилась у него диффуза, появилась монта. Потихонечку собирается, а у бремастера блинг, Владимир, ух. Ну, бремастер, такой стандарт, такие статы уходят, БКБ еще собрать, чтобы было чем. Помещается драка. Намечается драка, да? Наверху. что-то намечается тут, как бы тускар в смоках, бегаешь, пытается найти. Гем имеется улича, кстати. Это, конечно, смоки не спалят, но везде уже не подойдешь. Зачем вылечу кем? Ну, варды. Варды ломать. Ладно. Ну, команда сибирских лавенков сейчас просто идет дайвить на Т2, может даже где-то третий давить. Там такой контр-дев пытается зайти на ХГ. Ну, ну, возвращаются. А вот сейчас могут подставиться, попытка, нет? Нет, все нормально, отходят и давят. На, хотел сказать, давят вниз на СФ. Ну, на Телепорт успокоит, никто не успевает, а мог синкин как-то на реакции поиграться, типа, дать блинг, там еще что-нибудь типа сбору страйков. Вот Лина. А вот Лина. Да, он, Ларк, кстати, 600 груды имеется сейчас. Да, я там, Ларка, без проблем, вижу Лина, убиваю ваншотом. Ну, конечно, там, в принципе, еще мы вхайдамэй что-то не хватит. Рошал? Дополнительное время Рошал, да? Да, 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 дополнительно, да, ну, сейчас должно быть типа. А там совсем чуть-чуть, секунда, пара секунд, 10 секунд, типа, все, пара секунд, потом, хирошан. Читер тридцатого уровня. Что читать, читутер, читутер. Боин, затрагивай, миссии, надо как-то аккуратней, что, видеть, кстати, байна, байна-то можно убить, потому что гем есть. Я понял. Ну, неплохо, кстати, законтролеваю, люди, иллюзию, просто писал сам, иллюзию, не надо. Думаю, больших будет заставить их забрать вашу. Мне в последнее время, когда играл, очень нравится такой примет, как Владимир, замечательный артефакт, на саппорте, на не саппорте, актуален в любое время, считаю, в начале игры, в середине. Вот. Потом, довольно, глимерки прелюбовал, а сначала я к нему относился скептически, вообще не собирал, где-то вот после обновы я его не собирал, не знаю, месяц, наверное, не признал этот артефакт, видел, что с ним играют, да, но все равно как-то. А потом, на всяких Энигмах, когда начал играть, думаю, ну да, нормально, Вич Доктор, Энигма, сначала с них, все пошло. Потому что на этих героях эта штука работает, замечательно. Ну да, то есть, есть чем заставить и опять же у тиммейта скрасить, спрятать. Да, вот здесь спрятать еще хорошие возможности для саппорта. Я жду файтов. Давайте, ребята, то экшен они не хотят, то есть, сейчас просто фантомолитер до сих пор фармит, у него мат оставил, имеется, имеется ультимат бор, чихузы, но это выход в скайде, конечно же. Начинаю давить по низу, попытка промахнуться шардами удалась, шарды промахнули сто процентов, ну, в итоге, все, просто пускай перезин, его отставил, они идут, просто обследуют, что где. улетает, улетает, кстати, сарвар довольно быстро, SF пытается забрать, у него есть мег, у него есть аегис, то есть, прожимать мег особо сейчас не нужно, никого сейвить не нужно, стоп, кстати, внутри, ассов, до сих пор живет, какой жирный дом. так у него еще есть бкб, у него есть мег, у него есть все. он батит на аегис, он хочет сначала погибнуть, а потом как? раскатать ульт, хорошо. все, скрылся, он просто там карл повернул, тут так ладно, тоже без байбайка, ну, тут нехорошо сделать, да, они сохраняли свои силы, то есть, сначала дрались, там, вроде, окей, ждет. так, сколько жил это, ты еще видел, как он? его не фокусили, его сначала сфокусили, а потом просто ходил и раздавал урон, там, эсэфа, потом не трогали, вот, сначала в него улетел арска, стан, там, подцепили, а потом его забили, начали с другими сражаться, его случайно вообще убили через шар, ну, там, улетел мимо, и цепил. да, так он бы еще там остался, еще ты жив дальше. ой-ой-ой, не дает идти, да, типа, ничего страшного в этом нет, они могут даже подраться за это, как бы, да, конечно, наедец, а что-то отсутствует, и вот сильно так, конечно, сейчас драться несколько раз, цепляет Лину, Лину здесь убивает, но ее просто должны отдавать, мне кажется. стан, потай, ну, ты же, а, гремастер там убей, гремастер убьют, гремастер, то еще живет, он тут ПКБ, в этом, но, гремастер здесь, кстати, должен, а, не, еще живет, ушел, да, неплохо тут цепляет у нас Сенкинг, Сенкингал, убивает, так же убивает нас Фейна, ну, тут, кстати, должны убирать, мне кажется, Сарлардар, а там же Диффуза еще есть заряда, Диффуза заряд есть, Сарлардар умирает, есть у него боевых, правда. Ну, конвейер уже начался, да, правда, конвейером пахнет, там что-то в курьере было, что-то в курьере было, мне интересно, там, как бы, там Аганим, чей-то, Дэйл, кто у нас Дэйл, подождите еще посмотрим, Дэйл, Аганим, Сенкингага, не почти, но у него уже, точнее, там что-то еще появилось, столбик, крест, какое там преимущество, там уже за 15 тысяч перевалило, я хочу, чтобы они начали давить, давайте, агрессивно прям, отдаются конвейером, надо брать 17-22, ну, а не стоп, это Аганим на линия, а вот у Сенкинга, кстати, будет Шива, Шива с Гортом остается всего лишь, тысячи голды, ну, отличный артефак, он ведь перемещается, очень быстро, мобильный такой герой, подкоп, блинк, фирстав, есть все, это как на рубике, когда воруешь какой-нибудь блинк, собираешься блинк, фирстав, просто начинаешь путешествие по карте Дота 2, без перерыва, ну, блин, антимага какой-нибудь блинк, хороший такой блинк, фирстав, блинк, фирстав, блинк, блинк, личная комбинация, 6 возможных последовательностей, ух ты, я умею считать больше, чем плюс 25, ну ладно, как-то случайно получилось, так, случайно посчитал, скани появляется в фонтумлансер, ну, кстати, у фонтумлансера так же, Телесман Эквейзен, это, мафочка будет, но, как убивать этого фонтумлансера, ну, пока что нечем, грубо говоря, нечем, и на нем, кстати, армора сейчас, тут 36 армора, 40, 46 армора, с Ролокрестом, ну, просто начинает бить еще с вышку, здесь, какие-то проблемы, он стал заниматься, люди есть, вот, решил залить на пацанов, и они выливают игру, как так-то, ну, ну, ищи, нельзя доверить, ну, ну, просто не законтриблансер, хорошо, здесь осталось, ну, слушай, а тут, что, дымасик, хочу, ну, а, что, это, или, наоборот, здесь, кажется, будет умирать, или, и, правда, есть, аганим, внизу, а вот, ну, так что, ну, хотя бы забрать какого-нибудь, ну, сейчас будет, какого-либо, и на, режим нас 4, тряхнет выкупа, ну, да, и тут, уходят в форме, кремастер, но, по-русски, геймпань, 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 так что, у нас там, сопределилась ли, пара победителей, нашли, кудгеймплэйт, вот так, могу мне, ну, что, с 18-27, сибирь, сибирские варенки, белого цвета, белого цвета, ну, хотя бы, ничего, ничего, не ниггеры, как говорят, некоторые, черный, черный, национальности, нам чуть-чуть, нужно подождать, наверное, там, скоро доиграет, у нас команда, поездо-даусы, влажную, я, пожалуй, тебя покину, все-таки, да, ты все, да, есть, у меня дома оставляешься, ты же, ты же знаешь, ну, успеем, накомментиться на арену, тут сразу обижаешься, все, иди, иди гуляй, кстати, мы будем стримить, походу, только на твоем компьютере, мы вместе, как я понял, в смысле, вот так вот, будем сидеть с тобой, как у тебя дома, ну, есть такая инфа, что им просто не хватает,